Доброе утро! Всем привет! Меня зовут Сэмюэл Трэп. Я ваш русскоговорящий американец. Сегодня у меня... Это не новость, но я читал вчера. Это совсем новое для меня. Я служил много лет в армии. Я знаю, что такое химическое оружие. Я знаю, как это ужасно. Когда мы были в тренировке, надо было, ну, использовать эти оружия, чтобы мы можем надеть маску и так далее. Это в тренировке, конечно. Там я читал вчера, что Россия обвиняет Запад Америки в том, что предоставили на Украине эти оружия. И что Украина сейчас использует такие. И что там тоже есть, я читал, есть обвинение в том, что есть тоже место... Я забыл слово по-русски. Я не помню. И простите за это, но это торчер. Не знаю, но где надо бить пленных и так далее. И оскорблять пленных и так далее. Там они ожидают, что найдут, ну, кладбище и так далее там на Украине. Если это действительно так. А тоже они сказали, что много украли, 40 миллионов у этих денег, которые отправят Запад Америки. И они украли и отправили. Но мы все знаем это, потому что Украина, это государство Украины. Украинские люди, но я тоже думаю, что такие, как в России, я думаю, что очень хорошие люди. Очень интересные, очень грамотные. И то же самое, как в России. И я знаю много украинцев. И они тоже очень хорошие люди. Но эта борьба не нужна. Выбрали, по-моему, ваше государство выбрали, ну, не тот кон, не того коня, я не знаю, который надо было. И это Запад обманывает сейчас. И это другая причина. И не надо бороться все время. Борьба, я не знаю, почему у нас всегда такая борьба. Но если там они используют эти, ну, предметы ужасные, даже в войне. А война это не легко. Иногда бывают страшные вещи. Это война. И это понятно. И иногда люди умирают. И умирают от, не знаю, снарядов, от танков, от выпуск ракеты и так далее. Но нет комических оружий. Это, ну, красная линия. Если нет, надо быть. Там есть, как это, Россия потеряла свое место на руководство, как это, организация, которая руководит всем стран мира на счет химических оружия. И это тоже. А как это получилось, мы не знаем. Они просто выбросили Россию. Так как Россия не популярна сейчас. И это... Много новостей, даже вчера, которые американцы не понимают. Ну, я понимаю. А я думаю, что я хочу, что люди слушают меня. Я стараюсь делать это тоже по-английски. Я говорю намного лучше по-английски. Это точно знаю. Но там тоже было, что есть 24, 25 еще стран, которые хотят избавиться от доллара. Никто не обращает никакого внимания об этом здесь, в Америке. Есть там люди, которые делают то, что я сделаю. И просто говорю по YouTube и по каналам собственным. Но там они ограничивают наши каналы. И это тоже ужасно. А где свободы слова? А свободы слова тоже нет. Если слишком много говоришь, как я, наше государство, ну... Рано или поздно, они приедут. И говорю, ну, а ты что делаешь? А почему это так? А будет враг Америки. Это плохо. Это глупость. Я не враг. Я хочу все наилучшее. Все самое хорошее. Все самое... Ну, не знаю, как сказать. Но... Это мир должен быть мирным. А какие это за... Войны? А кому это нужно? Никому. А спасибо за внимание большое. Я надеюсь, что продолжаете смотреть мой канал. И поддерживают... Как поставить там лайк. И это мне очень интересно, что люди слушают меня. И я надеюсь, что это продолжается. Спасибо большое. Поехали.